Летом я был в гостях. Жара, дохота. Я прислонился к ледяной батарее отопления, приятная прохлада разлилась по телу. Но через некоторое время левый бок, которым я прижимался к батарее, заболел. От острой боли иногда я не знал куда деться. Лечился, прикладывал к боку и шерсть, мех, кожу, гладил теплым утюгом, прикладывал ладонь, в общем, делал все. Но ничего не помогало. Минутные утешения сменялись опять ноющими болями. Прошло несколько лет. Я был в гостях в другом доме. Мы читали по очереди Акафист преподобному Серафиму Саровскому. Божья благодать окружала нас. Мы чувствовали присутствие Бога. Сердце горело от радости и блаженства. Я почувствовал за спиной свое присутствие преподобного Серафима. Я видел его, но не глазами, не затылком, а всем своим телом, как будто все тело было единым оком. Мысленно я обратился к преподобному. «Отче, Серафиме, только прикоснись перстом своим к моему левому боку, вот здесь, и я верю, он исцелится. Только прикоснись, отче». И вдруг он приблизился ко мне. И я чувствую, вижу, как преподобный Серафим вонзил в свой перст мой правый бок в области поясницы. И, не вынимая перста, провел им внутри от правого бока до левого. В это мгновение я почувствовал, я исцелен. Это было удивительно. Я ожидал, что он прикоснется к левому боку, а он начал с правого бока. И не прикоснулся, а вонзил в тело перст, как в воду. Слава Богу, мысленно, со страхом, благодарил я, не прерывая чтение Акафиста. Благодарю тебя, отче, Серафиме. Прошло около 15 лет после исцеления, а я все помню, как будто это было вчера. Чудесное исцеление, Владимир. Продолжение следует...